Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о 12 цветотипах внешности. Надеюсь, вы видели мое предыдущее видео о 4 цветотипах осень, зима, лето, весна. И некоторые из вас удачно нашли свой. Для меня это была какая-то личная победа. Но также часто попадались комментарии по поводу смешанных цветотипов. Например, что если у меня пепельные волосы, но при этом есть золотой отлив? Что если у меня черные насыщенные волосы, но есть рыжие веснушки? Или же у меня рыжие огненные волосы, но при этом голубые синие венки? На самом деле только четверть девушек попадает под вот эту вот шкалу из 4 цветотипов. Для этого была разработана более развернутая шкала из уже 12 цветотипов. То есть каждый из вот этих вот 4 разделили еще на 3. Я знаю, что сейчас звучит очень как-то замудренно, тяжело. На самом деле все просто. И я буду очень стараться подать эту информацию максимально понятно и доступно. Каждый из цветотипов я буду дополнять обязательно какими-то фотографиями, картинками, схемами и так далее, чтобы все было максимально понятно. Ну что, начнем с того, что смешанных цветотипов не существует. Каждая из нас относится к определенному цветотипу. У нас есть 12 цветотипов. И давайте, как и раньше, соотносить их с месяцами года. Все мы знаем, что год у нас цикличный и замкнутый. То есть идет по кругу. Весна, осень, зима и опять по кругу и так далее. То же самое происходит и с цветотипами. Каждый из них как будто по кругу переходит друг в друга. Да, как-то так. И вот на вот этих вот стыках, когда один сезон переходит в другой, межсезоннее, давайте так это называть, возникают очень интересные цветотипы внешности. Когда часть признаков захватывается с одного сезона и перетягивается в другой. Давайте, как в природе, начнем с весны. Этот цветотип у нас теплый, это светлые, такие солнечные девушки, иногда блондинистые, с легкими веснушками и такими сияющими искристыми глазами. Зачастую голубыми, кстати. Цветотип весна у нас делится на три подтипа. Яркая, теплая и светлая весна. Начнем, конечно же, с яркой. Что такое вообще яркое? Это когда вы смотрите на девушку и какое-то из особенностей вас в ней цепляет. Например, глаза. То есть, как будто вы не замечаете ничего в ее внешности, кроме яркого, насыщенного цвета глаз. Пускай он будет таким бирюзово-голубым. При этом волосы и цвет кожи кажутся как будто нейтральным. Они как оболочка или огранка для вот этого вот яркого цвета глаз. А в основном это голубые или ярко-зеленые глаза. Цвет кожи слегка персиковый. Волосы могут быть либо блондинистые, либо светло-русые. Обязательно есть золотой отлив. Это признак весеннего цветотипа. Дальше у нас идет теплая весна. Волосы уже не с золотым отливом, а более с такой легкой-легкой рыжинкой. Но при этом цвет кожи у нас теплый, такой бежевый. Глаза более такого приглушенного, теплого цвета. Это может быть зеленый, карий, голубой. Но обязательно с таким вот янтарным подтоном. Зачастую есть веснушки. Кожа как будто всегда с легким таким оранжеватым загаром. И последнее у нас идет светлая весна. Что вообще такое характеристика светлая? Вот когда вы смотрите на девушку и вам в глаза ничего не бросается. Кажется, что ее внешность максимально нейтральная. Контраста практически нет. Все как будто максимально комбинировано. Глаза могут быть голубыми, но такими приглушенными. Светло-зелеными, либо даже карими. Но такими более как будто выцвевшими. При этом кожа очень светлая, чувствительная, тонкая. Цвет волос какой-то неопределенный. То есть он точно светлый, но вот это не блонда. А как будто переплетение с нескольких оттенков. Время плавно переходить в лето. Лето это холодный цветотип. Кстати, он один из самых распространенных. У этих девушек обычно пепельные волосы с таким серебристо-холодным отливом. Глаза какого-то нейтрального цвета. Они в основном зеленые. Но при этом такого нейтрального оттенка, замешанного на все-таки сером. Это, кстати, мой цветотип на всякий случай. Лето у нас делится на светлое, холодное и мягкое. Светлое лето у нас максимально близко стоит к светлой весне. А это означает, что внешность похожа, но все-таки с холодным подтоном. Волосы от светлого блонда до светлого русого, но при этом холодного подтона. Они отливают не золотом, а более серебром. Глаза светлые, неконтрастные, максимально нейтральные. Голубые, зеленые, карие, но обязательно такие немножко размытые. Кожа светлая, тонкая, плохо загорает. Обычно немножко как будто воспаленная, где-то красноватая. Дальше идет холодное лето. И это девушки в основном с темно-пепельным оттенком волос. Глаза либо холодные голубые или серо-голубые. Кожа с такой легкой розовинкой. В целом внешность не сильно контрастная, хотя волосы в основном темные. При этом, когда волосы выгорают на солнце, они становятся не золотистыми, а как будто на три тона светлее того цвета, что у корней. Как будто вам сделали такое легкое эмилирование. Кожа при этом не сильно быстро хватает загар. Она загорает довольно медленно. И последний подтип это мягкое лето. Оно ограничит у нас с осенью, поэтому переняло к себе пару таких теплых ноток. Что такое вообще характеристика мягкая? Это когда вам трудно определить цвет. Например, он не голубой или не синий, а какой-то как будто серо-голубой, зелено-голубой, с каким-то коричневым вкраплением и так далее. То есть, как бы оттенок без определенного общепринятого названия. Давайте закрутим это так. У мягкого цветотипа все цвета замешаны на таком оливковом, либо сером. Кожа хорошо загорает и получается очень красивый такой слегка бронзовый холодный загар. Глаза темно-серые, серо-зеленые, какие-то коричнево-зеленые, либо зеленые или голубые с коричневыми карями вкраплениями. Когда волосы выгорают, они приобретают такой немножечко золотистый отлив. Но при этом внешность сама холодная. На губах именно розовый пигмент, а не коралловый, как в теплых цветотипах. Время двигаться к осени. И это девочки-рыжули. Огненными рыжими волосами. Это, конечно же, теплый цветотип с веснушками, яркими зелеными глазами, либо коричневыми, либо янтарными. Это один из самых легко определяемых цветотипов, как по мне, опять же. Осень у нас делится на мягкую, теплую и темную. Что такое мягкая осень? Опять же, осень здесь у нас граничит с летом, поэтому внешность у нас не контрастная. Но волосы обязательно именно с рыжим переливом. Цвета как будто приглушенные, трудноопределимые, которые уходят именно в коричневый или оранжевый тон. Цвет волос состоит из нескольких оттенков. Здесь и русый, и ореховый, и какой-то медовый. Так же самый цвет глаз. Он вроде бы карий, но не контрастно такой темный. Глаза ореховые, медовые, какие-то коричнево-зеленые. Волосы русые, но такие именно песочно-русые. Рыжа коричневая, рыжа каштановая и так далее. Опять же, вся внешность в целом мягкая. Нет никаких таких отличительных черт. Все как будто в гармонии. Следующая у нас идет теплая осень. И это те самые девушки с такими насыщенными, рыжими, огненными волосами. Они с веснушками, у них такая розоватая, тонкая кожа. Глаза могут быть голубые, зеленые, ореховые. Во всей внешности есть как будто медные тона. Обязательно веснушки, обязательно. Иногда даже и по всему телу. Кожа тонкая, с легким покраснением. Иногда даже выделяются отдельные венки или сосудики. Настолько она тонкая. Теперь переходим к темной осени. И она у нас граничит уже с зимой. Поэтому волосы зачастую темные. Но именно темно-рыжие, темно-каштановые, такие насыщенные. При этом внешность выглядит контрастной. То есть светлая кожа, но темные насыщенные волосы. Глаза здесь уже будут более темные, карие, янтарные, зелено-карие. Волосы могут быть каштановые, темно-русые и даже такими почти черными. Но обязательно с золотым отливом или рыжими прядями. Надеюсь вы не устали. Нам осталось совсем немножечко. И мы переходим к последнему цветотипу. Зима. Это холодный цветотип. Контрастная внешность девушки вамп. Очень соблазнительная, запоминающаяся. Со светлой кожей, черными, такими смольными волосами. Зима у нас делится на темную, холодную и яркую. Опять же темная зима у нас граничит с темной осенью. Поэтому контраст сохраняется. Волосы прям смольно, насыщенно черные. Даже с каким-то более синим переливом. За счет того, что у темной зимы есть осенняя такая соседка, глаза могут быть с такими немножко ореховыми включениями. Но при этом цвет глаз или насыщенно карий, либо черный. Белкий глаз при этом обязательно белые, прям такие сияющие, контрастные. Волосы черные или темно-русые. За счет такого богатого, насыщенного пигмента они практически не выгорают на солнце. Дальше у нас идет холодная зима. То есть у нас уже здесь внешность без вот этих вот ореховых, рыжих ноток. Только определенно холодные цвета в таком голубом спектре. Глаза могут быть такие ледяные, синие или же карие. Кожа светлая, как будто с мороза слегка где-то красноватая. Волосы черные или темно-русые. Кожа плохо загорает на солнце, но прядки где-то могут поединично выгорать, отдавая в такой именно серебристый голубоватый оттенок. В общем, ключевая особенность этой внешности, это в основном яркие, такие холодные, морозящие глаза. И последнее у нас яркая или чистая зима. Опять же, когда мы говорим яркая, мы имеем в виду, что во всей внешности выделяется только одна характеристика. Обычно она правильного цвета. Например, если глаза, они не серо-голубые, они именно ярко-искрящиеся голубые. Высокий уровень контраста между цветом кожи и цветом глаз. Они прям как будто два каких-то цветных камешка. Волосы черные, темно-русые, темно-пепельные, обязательно темные ресницы и на их фоне такие белые снежные белки. Но в отличие от холодной зимы, яркая может загорать. И у нее цвет кожи немножко с таким бронзовым отливом. Все-таки она уже граничит с весной. И на этом наш цикл закончен. Мы прошли все 12 цветотипов. Надеюсь, вы нашли свой. Если это так, делитесь своим достижением в комментариях. Нам будет очень интересно почитать. Если же у вас возникли вопросы, отмечайте у меня на своих фотографиях в инстаграме. Я оставлю здесь свой ник. Либо же пишите свое описание внешности в комментариях. Я буду очень стараться вам помочь. Пожалуйста, все девчонки, которые разобрались с своим цветодимом, помогайте друг другу. И для вас будет практика. И человеку сделаете доброе, полезное дело. Сразу же извиняюсь за то, что не успеваю всем ответить в инстаграме. Запросов очень много. И я подхожу к вопросу довольно серьезно. И еще один нюанс. Пожалуйста, если хотите, чтобы я вам помогла, отмечайте меня на фотографиях без фильтров. То есть там, где вы с минимальным макияжем. И желательно со своим естественным цветом глаз, без линз, волос, без оттеночных следств и так далее. Вы мне очень этим поможете. Огромное вам спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока!